Самым распространенным заболеванием, которым подвержены практически все назеление земного шара, это остеохондроз позвоночника. Но если изучить весь материал, который есть в интернете об остеохондрозе, то можно свести всю эту информацию в достаточно компактным формулировкам. Вот я вам сейчас зачитаю. Остеохондроз это заболевание позвоночного столба, при котором возникают дегеративные дистрофические поражения межпозвоночных дисков, а при развитии остеохондроза дегеративно-дистрофические поражения распространяются на ткани позвоночника, то есть близлежащие ткани. Ну а дальше вообще интересное утверждение, что человечество расплатилось, послушайте, остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника за прямохождение. Вот если продолжали мы перемещаться на четвереньках, да, или получетвереньки, как наши предки, которые нам приписывают, но у нас бы не было остеохондроза шейно-грудного отдела. Ну или для того, чтобы от него избавиться, надо вообще на эти четвереньки встать. А поскольку данное заболевание присутствует буквально практически у каждого человека, то оно и считается неизлечимым. И успокоились на этом. Ну я, конечно, в силу критичности своего характера стал этот вопрос изучать более подробно. Я диагностировал людей различных рас и различных национальностей. Ну была такая возможность. И когда мне попался негр, я был просто счастлив. Я думаю, ну эти-то ребята, они же у нас цивилизация исправленная, испорчена, вернее, менее всего. Вот тут-то, наверное, и будет вот что-то очень хорошее. Ничего подобного. Значит, тоже был остеохондроз шейно-грудного отдела. Ну, я должен сказать, что аборигена в Австралии, там, и пигмеев, так сказать, вот, африканских, да, я еще не диагностировал. Не попадались мне еще североамериканские индейцы. Вот. У меня еще осталась надежда, ну, найти, что у них там все благополучно. Вот. У всех остальных данное заболевание присутствует. Так что же на самом деле? Так вот, на самом деле выяснилось, что остеохондроз шейного отдела возникает у человека вследствие блокирования вишудхи сзади. Ну, сейчас мы это тут на картинке покажем. Почему возникает блокирование вишудхи сзади? Оно возникает вследствие того, что человек и такие люди, как правило, ну, все этим страдают, неправильно работают с информацией. В чем это неправильность заключается? В чем это неумение заключается? Оно заключается в том, что люди склонны информацию делить на хорошую и плохую. Слишком много внимания обращать не на то, что им сказали, а каким тоном. А если информация, на их взгляд, плохая, то они ее воспринимают с позиции жертвы. А за что мне это? И по большому счету, они воспринимают информацию, не саму информацию, как таковую, а вот эту эмоциональную шелуху. Не тем тоном посмотрел, не тем тоном сказал. И подобная позиция сознания приводит к блокированию этого центра сзади. Для того, чтобы не загружать свой архив памяти вот этой самой эмоциональной шелухой, нужно руководствоваться тремя постулатами. Первый из них гласит, любая информация по своей природе нейтральна. Это мы ее со своих позиций делим на хорошую и плохую. Второй постулат гласит, любая информация полезна. При условии, что мы ее воспринимаем с позиции партнерства. Что такое позиция партнерства? В отличие от позиции жертвы. А для чего мне это надо? Что полезного для меня содержится в этой информации? И третий постулат гласит, если на вашем пути встречается некорректный носитель информации, то нужно отделить информацию от этого человека, а его поведение некорректное превратить в информацию об этом человеке. Он грубиян. Либо он сегодня не с той ноги встал, у него сегодня плохое настроение. Представьте себе ситуацию. Пришел новый начальник. И, как говорят, новая метла по-новому метет. Но этот, который пришел и сразу всех собрал сотрудников и заявил, я вас тут сейчас всех научу работать. Вот тут все бездельники и пошел делать разнос. А вы что, стали хуже, что человек, который вас не знает, как-то вас вот обозвал нехорошо, так сказать, к вам отнесся? Нет, конечно. А к вам стали хуже относиться люди, которых вы знаете? Или которые вас знают? Нет, конечно. Чего вы переживаете? Вот он себя показал во всей красе. Грубиян. Состоянием дел не ознакомился. Подхода к людям не имеет никакого. Не умеет с людьми работать. Все, вы о нем все знаете. А он у вас ничего. И вам теперь понятно, как свои отношения с этим человеком. Ну, либо строит, либо вообще не строит. Либо подождать, когда его отсюда уберут, потому что в нашем коллективе подобные люди просто не переживаются. Спасибо, Господи. Показал, кто есть на самом деле. И если какой-то другой ситуации, этот самый человек, разглядев вашу небесную красоту, начнет к вам оказывать вам знаки внимания, и как вы на это будете реагировать? Спасибо, не надо. Я уже видела или видел, кто-то есть на самом деле. Спасибо, Господи. Ну, я думаю, что большинство взрослых людей уже сами пришли вот к тем выводам, которых я сейчас рассказываю. И научились подобным образом реагировать на, так сказать, на этих вот людей. Но дело в том, что этого недостаточно. Вот когда вы этому научились, и когда вы стали пользоваться вот этими тремя постулатами, о которых я вам только что сказал, вы больше в свой архив памяти ничего, никакого нового хлама не добавите. Но чакра откроется только тогда, когда вы оттуда уберете тот хлам, который там уже есть. Который вы нахватали в течение своей жизни, не зная этих постулатов, или пока вы, ну, не поумнели, что называется. Как это сделать? Ну, я вам должен сказать, что подсознание, которое эту информацию обрабатывает, которая к нам приходит извне, оно ее сортирует. Раскладывает по полочкам. И мы потом имеем возможность, так сказать, обратиться к своей памяти и извлечь оттуда нужную информацию. А вот эту самую эмоциональную шелуху подсознание тоже отсортировало. Но если нужную информацию она разложила, условно говоря, по файликам, файлики по папочкам, а папочке по полочкам, то вот этот хлам эмоциональный, она оставила около двери в надежде на то, что хозяин даст команду от этого избавиться. и вот я нашел такой, что ли, образ, что вот этот ненужный хлам, это есть информация, которая в данный момент, ну, перестала быть актуальной. И она изображается в виде старых газет. Старых газет. Ну, давайте возьмем новую газету, источник информации. там телевизионная программа опубликована. Нужные объявления, нужные телефоны. И попробую я у вас попросить эту газету на хозяйственные нужды. Ну, понятно, какая будет реакция. А вот когда прошла неделя, телевизионная программа перестала быть актуальной, газета утратила, вы же там все прочли, что хотели, и газета перестала быть источником информации. Вы, без всякого сожалению, ее переводите в разряд макулатуры. Ну, потом используете уже, соответственно, на хозяйственные нужды. Там, на макулатуру сдаете, либо там на мусорник выносите. На свете обычно говорят так, нет, мы везем эти старые газеты на дачу, потом там печку топим. Ну, неважно. То есть данная газета перестала быть актуальной. Вам, конечно, никто не запрещает там записать нужный телефон из какой-то рекламы. Вы даже можете какой-то адрес себе там выписать. Вы можете себе какую-то статью там вырезать. Ну, по той тематике, которая вас интересует. А зачем? Всю газету хранить. Так вот, когда мы работаем по данной методике, мы обычно для того, чтобы побудить человека избавиться от какой-то программы, мы передаем информацию вербально, словесно. Но информация может передаваться еще в виде образов, либо в виде символов. Поэтому в данном случае как раз срабатывает вот такое образное действие, которое позволяет освободиться от этого хлама, и, соответственно, открыть этот центр. Что для этого нужно сделать? Нужно закрыть глаза и представить, что вы заходите в свой архив памяти. Вот зашли в... А это вот комнатка такая, да? Как это обычно бывает, архив. Вдоль стен стоят стеллажи, на стеллажах стоят папочки аккуратно, в папочках там все файлики подшиты. И когда вы осмотрелись по этой комнате, то около двери на входе вы видите вот эту кипу старых пожелтевших газет, так перевязанных бичок. Это тот самый хлам, и вам подсознание покажет, сколько этого хлама у вас накопилось. Кто-то видит там одну связку газет, там типа годовой подписки. Кто-то видит несколько тип этих газет. Но один товарищ сказал, я только открыл дверь в этот архив, так на меня просто эти газеты оттуда и посыпались. То есть он охватался этого хлама выше крыши. Так вот, нужно мысленно собрать все эти старые газеты в мешок. Но бывает так, что одного мешка мало. Пожалуйста, берите второй, третий, сколько нужно. При этом вы должны еще убедиться, что нигде газеты там не завалились за стеллаж. Где-то они там не лежат сверху, как это обычно бывает, когда от пыли закрывают там что-то. Вы должны собрать все это, завязать мешки. Но марку клеить не надо. И так, без всякого сожаления, эти мешки отправить по космической порте в черную дыру. Они так полетели, 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 в точку превратились и аннигилировали. Но если у вас визуализация, так сказать, не очень хорошо, не надо смущаться. Это все равно произойдет. Это все равно произойдет. И как только вы откроете глаза, вы к себе прислушаетесь, тело это имеет инерцию, через 5-10 секунд вы почувствуете тепло, которое у вас разливается вот здесь в основании шеи. Потом оно начинает подниматься вверх, к голове, распространяется к плечам, к рукам. и улучшается подвижность вот в шее. Если там была боль, она проходит. Но если боль полностью не прошла, это будет свидетельствовать о том, что где-то в этой зоне есть еще другие локальные впадины. Но главная, основная причина появления шейного стихонроза это как раз является блокировка чакры. Поэтому или вы полностью от стихонроза освободитесь, либо при наличии там деформации поля тотального, локального характера есть и другие программы. Ну, их тоже нужно отыскивать, их нужно расшифровывать и нужно от них избавляться. Но я повторяю еще раз, тут очень хорошо действует формула, которой можно воспользоваться так интегрально, если так можно выразиться, что никакое событие, вызывающее локальную и никакая информация, вызывающее локальную впадину не стоит тех последствий, которые она вызывает. Вот если вы с этой мыслью распространите ее на все аспекты жизни, ну вы автоматически тоже избавитесь от этих локальных впадин. Вот, единственное в чем сложность, это сложность в том, что в это трудно поверить. потому что, ну, весь мир гудит в уши, что стихондроз шейного отдела позвоночника, это неизлечимое в мире заболевание, а там еще деструктивные изменения, что вы такое говорите? Ну, все дело в том, что когда восстанавливается циркуляция энергии, когда улучшается кровоснабжение, вот эти деструктивные изменения тканей, межпозвоночных дисков, они тоже уходят. Но время, необходимое для полного восстановления уже материи, оно зависит от степени патологии. Вот, если это заболевание находится еще на энергоинформационном уровне, еще на физику не проникло, то это происходит буквально за считанные секунды. Но уже было много случаев, когда даже межпозвоночные грыжи, которые были в шейном отделе, после подобной работы, они исчезали, и их не могли подтвердить данными МРТ. Ну, а что такое межпозвоночная грыжа? Ну, это смещение позвонков, ну, скорее всего, такого сколиозного характера, понимаете? Ну, может быть, кифозного и лордозного характера, когда межпозвоночный диск вместо плоскопараллельных торцев имеет вот такую форму. Ну, а если у вас поле стало симметричным, если тонус мышц выравнился, что происходит? Выравнивается позвоночник, и межпозвоночные диски начинают приобретать правильную форму. На ранней стадии это произойдет буквально за считанные минуты, на более продвинутой стадии для этого потребуется несколько больше времени. Вот тут-то уже, именно вот тут и на этой стадии уже нужен массаж, нужны какие-то легкие мануальные действия, которые позволят вот этим всем тканям прийти по мере их восстановления в исходное положение. Потому что деструктивные изменения как раз и приводят к нарушению формы вот этих самых тканей, в том числе межпозвоночных дисков. А по мере их восстановления все постепенно придет в норму. Но я повторяю, что для этого нужно немножко больше времени. Но другого пути к избавлению от данной напасти просто быть не может. Просто быть не может. межпозвоночных межпозвоночных